Всем приветики! 11 июня, я в лесу с собаками сегодня. Ребята, я каждый день хожу в лес, смотрю, как у нас обстоят дела с грибами. Но вот сейчас покажу, что я находила практически каждые два дня. То есть придешь, найдешь один-два грибочка, через пару дней еще один-два грибочка. Поэтому видео на этом было, скажем так, не построить. Сегодня я зашла в лес, вижу поплавки, то есть есть что показать. Ну, а сначала я вам покажу то, что я наблюдала несколько дней назад, скажем так. Какие были грибы и что вообще было в лесу. А вот сегодня, да, порадостней. Пошел поплавок шафранный. Да. О, божечки, ребята! Это белые! Да так красиво! Их тут, по-моему, видите, три штуки. Обалденная картина! Я даже не хочу знать, с червями, без червей. Это так красиво! Из всей этой красоты более-менее живая только шляпка у большого грибочка. Ножки полностью всклеен черви. А здесь дырочки, да, можно вымочить, изгнать последних. Все же белый гриб. А вот и первая находка. Хороший, свеженький подосиновик. Маленький. Ой, любоваться можно долго. Ну, отлично. Только бы он не был единственным. Так, вижу еще один. Но уже повзрослее. Так, он тут был с маленьким. Ну, что-то мне кажется, что червивенький. Нет, хороший. Надо же. И ножка целая. Отлично. Собаки, вы рады находкам? Маша, посмотри, какой грибочек. Маша не до грибочка, ей бы ужин найти какую-нибудь, чтобы попить. Ну, кстати, да, лес сырой. Сейчас иду такая по дорожке. Ха, уже разочарована. И в папоротниках. Да его вообще не видно. Вот так вот. Мелькнула шляпка. А вон грибочек. Ой, ну-ка, что у нас тут под папоротниками? Нет, только лишь один. Под осиновик, по-моему. Может, тут березовик. О, хорошенький такой, крепенький. Нет, ребят, нифига он не крепенький. Там уже отложились. Счастливы, довольны. Но грибы влажные, не сухие. Это под березовик. Они больше всех страдают от червей. Ух ты. Зато вот нашлись превосходные вешенки. Ой, сколько в них, смотрите, каких-то мушек. Ой, аж сыпется. Обалдеть, да. Уже тоже для еды не возьмешь. Но красиво. Семейство сыроежек. Причем, ох, смотрите, цельные, красивые. Без червячка единого. И причем сыроежка вот такая серая, очень крепкая и вкусная. Вот еще. Красотища-то. Так, а это уже идет с червячком. Ну-ка. Что-то смущает. Нет, шляпка была хорошей. Ну, это поеденная. Угу, смотрите, вся. И вот еще одна малышка хорошенькая. Ой, ребята, их просто здесь не видно. Так, это... Так, разберу сейчас, подойду. Ну, это тоже сыроежка. И смотрите, в траве не видно, но полезли маленькие сыроежки. Вот эти серенькие, очень вкусные. Так, где еще мы их не видим? Так, где-то видела бугорочек. Вот он, смотрите. Опа. И наша сыроежечка. Так, и... Ох, правда, не очень видно. Видимо, только вышли после дождика. Ой, прелесть какая. Ой, наконец-то поплавочки. И очень похожи на свежие. Ну-ка. Ой, нет, мягкие. Мягкие. Трухлявый поплавок, да, изъеден. А ты, дружище? Нет, смотрите. Сейчас проверю. Вроде бы хороший. Потом рассмотрю. Есть у меня на канале видео, как отличить поплавок шафранный от бледной поганки. И как их, по-моему, готовить. Я не знаю, не помню, делала или нет. Ну, по крайней мере, как я их собирала, есть видео с подробной информацией. Вот мои сыроежечки. Поплавочек. Ну, в принципе, уже хорошо. Так, еще два поплавка. Ух, жизнь-то начинает точно налаживаться. Целенькие. Конечно, предпочтительнее брать маленькие, потому что вот эти уже хрупкими становятся. Ну, большого обилия грибов в корзинке явно не будет, поэтому донести их можно. Ой, вижу, маленькие. Так, эти аккуратненько. И вон еще стоит малышоночек. Ну, что-то какой-то он ненажористый. Нет, пищевая. Толкальчик их еще называют. Не знаю, почему. Так, и вон поплавочек. Ура, ура. Ой, а вот такие вот поплавки очень радуют. Только что прошли дожди. Я тоже буквально пошла сразу после дождей. Не стала дожидаться. Ну, хотелось посмотреть, что будет. Вот, ой. Рост маленьких поплавков. Вот это уже многообещающе. Так. А это что? Ребята, это подосиновик. Подосиновик жесткий. Весь в мошке. Она проникла только в губку. Смотрите. А мякоть белая. Ножка, мне кажется, тоже упругая, хорошая, твердая. Ну, что сделаем? Снимаем губку. Прямо здесь же. Ой, да прям, смотрите, влажная. Все мокрая. Вот так. Убрали губку. А вот это можно взять. На без грибе, ребята, даже в таком состоянии, это уже гриб. Вот свинушек огромных. Стало очень много. Мне кажется, этот гриб вырастет при любых условиях. Если бы зимой было тепло и зимой бы рос. Ему ничего не мешает. Так, где-то поплавочек видела. Но в основном сегодня поплавки. Маленьких-то очень мало. Уже такие, которые... Которые не первые даже два дня. Но целенькие, хорошие. Обычно собираю маленькие. Да и сегодня тоже хочется больше маленьких. Но такие вот не сильно раскрыты. Их можно донести до дома. То есть они съедобны все. Единственное, просто хрупкие. Так, где моя корзинка? А, вот она. Это я еще по дороге травок набрала. Ой. Ребята, впереди смотрите, оранжевый огонечек. Божечки, свежий подосиновик. Ой. Ух ты. Кстати, смотрите, какой плотный, хороший. Вот это подосиновики жесткие. Или жестковатые они называются. Вот их мало есть червь. Но почему-то вот их мало и встречается. Классно. Ой, какой он запашистый. Здорово. Вот это хорошая находка. И как-то совсем нет подберезовиков. Ни старых, ни молодых. Хотя вот в этом лесу, в этих березках, наряду с поплавками, всегда росли подберезовики. Ну, может, после этих дождей. Потому что сейчас прям очень мокро в лесу. Хорошо. Так, снова свинушки. Ладно. Сейчас найду что-нибудь. Покажу. А это, по-моему, мечта грибника. Грибника, ребята. Ух ты! Белый грибочек. Вы посмотрите на эту сказку. Но эта сказка, ребята, вся в червях. Какая жалость. А так, такой весомый экземпляр. Опять же, один вдоль дорожки. Ой, труха сплошная. Да. Ну, вот как-то так. Вот так у меня сегодня получилось грибочков. На жареху мне хватит. Потому что, ребята, сегодня у меня абсолютно нет времени. Я пробежалась. Все разведала. Сейчас я в большом лесу. Здесь вообще ничего нет. Кроме красоты и птичек. Это я сегодня недалеко отъехала. Ну, буквально в лесу за домом. Чисто на разведку. Я знаю, где очень много поплавков растет. И, наверное, на днях туда соберусь. Так что, спасибо, что смотрели. Прогулялись. Не прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok